Новый премьер-министр Франции Мишель Бранье, осознавая глубину кризиса в стране, выступил с призывами к единству и уважению между политическими силами. Однако такие заявления кажутся лишь попыткой заглушить нарастающую критику и отвлечь внимание от провалов предыдущих правительств. Страна погрязла в политических противоречиях, а доверие к власти находится на исторически низком уровне. Призывы к сотрудничеству и единству еле слышны на фоне постоянных социальных протестов и недовольства населения тем, что власти годами игнорировали реальные проблемы. На международной арене Франция также утратила свой былой авторитет. Внешняя политика, которая ранее считалась одной из самых влиятельных в Европе, провалилась на нескольких фронтах. Попытки Парижа сыграть ключевую роль в урегулировании конфликтов, учитывая собственные интересы, также оказались неэффективными. По словам нового премьера, Франция нуждается в единстве и уважении. Франция нуждается в единстве и уважении. Прежде всего, уважении между правительством и парламентом. Уважение ко всем политическим силам. Подчеркиваю, ко всем политическим силам. Также уважение к социальным и экономическим партнерам, а затем к местным избранным представителям. Франция, которая когда-то была одной из ведущих мировых держав, сегодня переживает серьёзные упады как на внутренней, так и на международной арене. Внутриполитические проблемы, такие как усиливающийся раскол в обществе, засяжные протесты и недовольство широких слоёв населения подрывают стабильность. В последние годы Франция была свидетелем массовых протестов, таких как движение «жёлтых жилетов», вызванное социальным неравенством и недовольством правительственными реформами. Эти протесты не только парализовали экономику, но и усилили разногласия между правительством и народом. «Наша страна переживает совершенно беспрецедентную политическую ситуацию. Французская политика больна. Французская политика больна, но я верю, что выздоровление возможно при условии, если мы все согласимся взять на себя эту историческую ответственность, согласимся отказаться от сектанства, от политических игр и перестанем видеть всё в чёрном свете». Восстановление былого статуса Парижа потребует не только глубоких реформ, но и серьёзного пересмотра внешнеполитической стратегии. Без конструктивного диалога между политическими силами и готовности к реальным изменениям, особенно в области провальной внешней политики, вернуть Франции и её былое влияние на международной арене будет крайне сложно. Бриллиант Исламова, CBC.